Привет, друзья! Марио у микрофона. И это вновь подборка из пяти программ для вашей любимой операционной системы Windows. В этой подборке не все программы, конечно же, бесплатные. Но могу сказать, что они стоят не очень дорого и они отличные. К тому же приобрести их можно будет спокойно в Steam, там на распродаже, рублей за 100-150. Это то есть небольшие деньги. Все ссылки на программу будут в описании. Если я что-то забыл, напишите, я обязательно добавлю это. Софт из этого видео подойдет не всем пользователям, потому что он им просто-попросту будет не нужен. Он заточен под определенные задачи. Но, в связи с тех, у кого есть хобби, например, создание игр или видеомонтаж, найдет для себя здесь что-то интересное и полезное, возможно. Ну что ж, начинаем. Первой на сегодня программой будем графикс 2. Что это? Это графический редактор, бесплатный графический редактор, который имеет открытый код. То есть, условно, вы его можете использовать хоть для коммерции, хоть не для коммерции, будет все равно, у него бесплатная лицензия. Для чего же нужна будет вам эта программа? Ну, например, лично мне она нужна для того, чтобы рисовать спрайты для игр. Да, я хочу научиться создавать в этой игре, поэтому для меня рисовать спрайты в такой программе намного удобнее, чем, например, в фотошопе. Тем более, программа позволяет сразу же практически создавать картинки с прозрачным фоном, либо анимации в формате GIF. В общем, удобная штука, ссылка в описании. Следующей программой является GlassWire. GlassWire это бесплатный фаервол, ну, почти бесплатный. Базовая версия бесплатная, а вот все, что уже выше базовой, уже все платное. В чем удобство GlassWire? Значит, вы можете увидеть, кто к вам подключился, кто использует ваш трафик, сколько трафика у вас жрется, ну и, наверное, все, что в базовой версии можете сделать. Приятно, что показывается IP-переложение, которое пожирает ваш трафик, ну и вас уведомляет о любом подключении к вашей сети. Следующая программа это GameGuru. GameGuru это игровой движок, хотя я бы все-таки это назвал конструктором игр. По сути, покупать движок GameGuru у вас сразу же предоставляется набор из огромного количества объектов, которые вы можете сразу же устанавливать и просто конструировать свои игры. При этом вам не надо будет ничего прописывать, то есть не прописывать анимации, не прописывать врагов, не прописывать, не знаю, там, стрельбу из оружия. У вас все это уже готово и прямо из коробки. При этом, если вам что-то понадобится, там, или вы что-то хотите самому прописать, в движке это все есть, движок поддерживает язык Луа, поэтому написать скрипт, если вы знаете язык, не ставит проблем. Добавлять свои модельки также можно. В принципе, это, наверное, большой плюс. Но, как говорится, если вы не сидели в 3D-моделировании, то всегда можно докупить отдельные модели за, там, довольно небольшие деньги. Еще одним плюсом является цена. На распродаже в стиме этот движок будет стоить 150 рублей. Да, этот движок я зарекомендовал себя в не самых хороших проектах, но кто мешает, как бы, вам купить его и сделать что-то действительно стоящее. В следующем нашей подборке идет PyCharm. PyCharm — это интегрированная среда разработки, или же IDE. И думаю, несложно догадаться, что в ней люди работают с языком Python. Хотя при этом в ней можно работать и с файлом JSON, и с файлом HTML. Сама среда очень удобная, есть огромное количество плагинов, которые помогают в работе с Python. Данный софт предоставляет нам кучу возможностей для работы с Python. Например, анализом кода, графическим отладчиком, поддерживает разработку веб-сайтов на Django. При этом софтина распространяется бесплатно, и каждый желающий ее может скачать. Софтина очень часто обновляется, поэтому багов в ней практически нет. Но, в конце концов, я сам пользуюсь этой штуковиной, поэтому я знаю, о чем я говорю, и я могу вам советовать. Если что, ссылка на эту программу в описании, качайте и приобщайтесь к Python. Ну и последнее софтина на сегодня, это MovieMater. MovieMater можно описать одним предложением, просто полностью. Это недорогой видеоредактор, который имеет множество фильтров. Стоимость программы на скидках 120 рублей, так что приобрести ее можно, я даже вам скажу, сейчас это нужно приобрести. Раньше была программа логучая, просто тормозила постоянно, неудобно было ничего делать, сейчас она намного стала лучше. Но сразу знаете, что здесь нет работы ни с хромакеем, ни с масками, все здесь завязано на фильтрах, то есть, чтобы отключить звук у аудиодорожки, вам нужно тоже использовать фильтр. Это, конечно, дикость, но вполне работает. Фильтров тут много, в принципе, что-нибудь интересненькое это можно сделать. В принципе, видосы, где не надо много монтажа, где прямая склик, там парочку корзины где-нибудь ставить на фон, вполне сделать можно, пусть удобно реально. Но не рассчитывайте на большее за видеоредактор стоимостью 120 рублей. Правда, не рассчитывайте на большее. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. И всего вам доброго, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok